МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот давайте, наверное, с этого начнем, потому что приближается, уже должно приближаться 30-го к завершению, но недавно подрядчик сказал, что сроки будут перенесены. Так ли это? Да, действительно, во время последней рабочей поездки губернатора в Лиссебиск в Стрелку подрядчик об этом сказал. Мы, в общем-то, к его оценке, к его мнению, были готовы. Готовы были это услышать. Она оценка в какой-то мере объективная, но вот сегодня, когда он говорил так не очень определенно, вот, да, позже, да, не знаем, я просто сейчас уже уточню и перечень поручения губернатора, которые он подписал по итогам последней рабочей поездки, срок нам определен 20 сентября. Да, на 5 дней позже, чем это изначально планировалось. Мы просто понимали о том, что у нас был достаточно сложный этап, такой организационно-начальный, потому что, естественно, когда вначале нужно было провести весь необходимый комплекс работ от проектирования, подготовки строительной площадки и, соответственно, от тех работ, которые уже сегодня сделаны, начиная от вертикальной планировки и, соответственно, сама строительная часть, которая есть, то это достаточно, как бы, сложная задача. И думаю, что правильно Виктор Александрович Толоконский сказал, мы строим 41 коттедж, мы на самом деле строим 41 дом. Это не очень простая задача, наверное, если бы изначально наши проектировщики предложили бы вариант строительства, например, 5 домов, там, 8-квартирных, то, наверное, эта задача была бы решалась несколько проще и по срокам было бы быстрее. Но сегодня у нас, на сегодня утро, напомню о том, что мы это делаем ежедневно, в ежедневном контроле и мониторинге ситуацию постройки, сегодня работает 132 человека, буквально завтра уже еще добавится примерно 50 человек, с учетом того, что мы начинаем работы и фасадные плотники-бетонщики заходят, чтобы выполнять уже свои задачи, которые есть. У нас сегодня работают и кровельщики в том числе, и напомню о том, что у нас кладка выполнена на 31 доме из 41. Я уже не говорю про фундаменты, этап уже давно прошедший, и мы эту тему уже как бы закрыли как выполненную. Мы через буквально один день начинаем асфальтирование на строительной площадке, на улицах, и ту задачу, которую губернатор как дополнительную поставил, мы ее просчитали, проработали, и Лесеберск-Автодор, государственное предприятие, готово будет эту работу делать. То есть сегодня составлен четкий, жесткий график до 20 сентября, и думаю, что вот эти сроки уже реальны. Хотя, конечно, подрядчик высказывает и сомнения по этим срокам, но думаю, что мы вместе и с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и нашим фондам гражданского строительства, жилищного строительства и с Горным-Лесеберским, вот эти сроки уже будем выдерживать и их выполнять. Но я так понимаю, что вот когда все будет готово, люди просто получают ключи, заходят и живут, да? То есть там не надо будет еще там две недели там доводить какие-то внутренние работы или что-то еще. То есть я так понимаю, что вот задача сдать дом полностью, чтобы человек зашел и жил. Я правильно понимаю? Вы правильно понимаете, потому что с конца недели будут уже заходить отделочники. Это будет несколько бригад, по-видимому, человек до 30-36, которые уже начнут заниматься и навесными потолками, и клейкой обоев, и уже настилкой полов. И в этой части это вот работы будут идти одновременно. Поэтому задача, естественно, сдать дом, готовый к заселению и проживанию. Более того, губернатор дал поручение, уже приготовлены некие наборы бытовой техники, которые также будут при заселении вручены этим семьям. То есть, в принципе, можно будет заезжать и начинать жить. Понятно. Хорошо, дождемся 20-го числа. Давайте к северам. Сейчас уже прохладно, даже в Красноярске чувствуется, что прохладно. Ну, а север у нас это всегда, по-моему, начинает топиться, отопление начинает подавать раньше времени. Как сейчас на северо-стопительном сезоне? Ян, хотел бы напомнить телезрителям вам о том, что для Красноярского края севера, север и территории, приравния крайне севера, это 89% территории края. Кстати, Арктика, арктические территории Российской Федерации, это 46% территории края. И у нас есть территории, например, наш поселок Диксон, где отопительный сезон круглогодичный. Вот в этом году, в частности, в Норийске отопительный сезон начался 25-го августа, на Таймыре там 28-го августа и с 1-го сентября по большей части северных поселков, включая там Таруханский район. Но с учетом того, что по нормативам должно быть 5 суток, где температура 8 градусов тепла, либо холоднее, соответственно, большая часть территории приравнены к крайне северу, это все-таки 15 сентября. Хотя, если сегодня метеоусловия будут более холодные, чем мы сегодня рассчитываем, чем у нас считают наши метеорологи и наши муниципалитеты, то отопительность начнется и раньше. Естественно, подача тепла – это очень важная задача, как задача жизнеобеспечения, которая стоит перед правительством Красноярского края, перед нашими территориями. Еще один вопрос, который тесно связан с северами, это ежегодная тема – это северный завоз, уже завершен, все удалось завести или еще что-то осталось? Это очень важная задача – северный завоз или завоз. Почему? Потому что, знаете, перефразирую одну известную, вот в сельском хозяйстве больше часто применяемую, поговорку по поводу дня, который кормит год. Так вот, в коммунальном хозяйстве – это день, который год топит. И в этой части это на самом деле так, потому что наша задача за летние месяцы и сентябрь, и начало октября – завести примерно 100 тысяч тонн горючих смазочных материалов. Это нефть, нефтепродукты, это бензин, керосин и так далее. И завести более 160 тысяч тонн угля. И сегодня мы завезли более 70%. Идем, кстати, с опережением графика по горючее смазочным материалам. По углю это примерно 50%, но в графике у нас всегда в угле самый такой активный месяц завоза – это сентябрь. С учетом того, что все-таки большая часть и наших территорий, и наших поселков, она на Енисеи, поэтому особых проблем мы здесь завозом не видим. Кстати, Виктор Александрович поручил, и у нас сейчас завоз мы так как бы мониторим, контролируем не только по нашим муниципальным образованиям, а даже в разрезе населенных пунктов. Мы четко сегодня понимаем, где у нас сколько угля по Диксону, по Караулу, по самой, например, Дудинки, по Хатанге, по, если взять тот же Туруханский район, Туруханс, под Каменная Тунгуска, либо Игарка. И где сегодня суда, баржи, где они грузятся, где они в пути, когда начнется выгрузка. Я думаю, что вот все-таки такая достаточно жесткая, ну, в какой-то, может быть, части, там, ручная система управления позволяет быть уверенным в том, что мы залы завершим вовремя, и с началом отопительного сезона и продолжением течения года проблем не будет. А вовремя это когда? Вовремя это последнее число сентября, и иногда в виде уже, там, может быть, чуть исключения, это первое число октября. Хотя навигация по всем прошлым годам у нас на Енисеи заканчивалась числа 12-го, 10-го, 12-го октября. Но все-таки это конец сентября. То есть до окончания навигации мы должны успеть. Еще один вопрос, связанный с Игаркой. Вот вы сейчас упомянули. Дело в том, что буквально недавно и губернатор был в Игарке, и вы там тоже были. Долгое время, очень долгое время, по-моему, лет 50, наверное, в Игарке. 50-50, но 10 точно. 10 точно в Игарке не было чистой воды. Вода, проблемная вода в Игарке, это был, наверное, один из самых главных вопросов. Последние, наверное, лет 5, там строились очистные сооружения. Там как раз водозабор, скажем так. Ну, кессон, да. Да. И было вложено, если я не ошибаюсь, порядка 700 миллионов. 710. Да, 710. Это очень большое строительство, очень долго тянулось. Наконец-то завершилось, да? Да. Правильно понимаю? Да. Да, вы правы о том, что вот 10 лет назад стояла задача подготовки проекта сметной документации по строительству объекта, который впоследствии получил название «Кессон». Соответственно, в 2011-2012 году проекта сметной документации была подготовлена, определяя ее стоимость, пройдена экспертиза, соответственно, цена всего строительства 710 миллионов рублей. В 2012 году начали строительство, и оно шло достаточно сложно. Во-первых, когда все-таки такой продолжительный срок строительства, всегда есть некая там раскачка по времени и так далее. Просто для меня это строительство, это последние два с половиной года, которое занимался примерно как куратор строительства вот в стрелке домов, так вот был своеобразным куратором строительства «Кессона» в Игарке. Ну и потому что это, в конце концов, арктическая северная территория. И вот прошедшую субботу, 2 сентября, губернатор, нажав кнопку, дал как бы старт тестовой эксплуатации водозабора с учетом того, что вода чистая, питьевого качества, подана на Игарку. Кстати, там прямо во время вот этой торжественной процедуры стояли несколько колб с водой. Вода, которая сегодня подавалась в Игарку, теперь уже вчера, можно смело говорить. Вода, которая из Енисея чуть более чистая. И вода, которая прошла уже все системы очистки, которая сегодня подается на город. И в этой части это, естественно, вот как небо и земля. Думаю, что игорчане будут и рады, и может быть не очень, потому что рады, потому что вода чистая, и она прошла, кстати, все анализы и химические, и бактериологические оценки просто отличные. Почему я сказал, может быть, не рады? Потому что теперь за эту воду нужно будет платить. Потому что полтора года в Игарке не платили за холодную воду, потому что она была не очень хорошего качества. Ну это понятно. Но если бы она не хорошего качества, кто-то... Да, да. Вы знаете, я думаю, что за хорошую воду можно не заплатить. Но это вся Игарка теперь обеспечена чистой водой? Да, все. Сегодня у нас население Игарки более 5000 человек, поэтому, естественно, речь идет об обеспечении водой всего населения города Игарки. Конечно. Ну а почему все-таки такой долгий срок? Ну, потому что он изначально был не один год. Потому что все-таки 700 миллионов освоить достаточно серьезное мощное строительство – это непростая задача. Во-вторых, хотя, в принципе, мы уже с прошлого года переносили с 2016 на 2017, наверное, в принципе, можно было бы говорить... Мне сложно говорить о 2012-2013 годах. Но просто в 2016 году мы уже реально не успевали. Думаю, что приняли правильное решение не запускать кессон в зиму, потому что зима и Игарка, еще раз повторю, это Арктика, это 30 и 40 и даже более холодной температуры. И могли быть какие-то ситуации не самые там простые. Поэтому мы все-таки правильно сделали, кстати, выполнили благоустройство на очень хорошем уровне. Автоматика работает полностью в автоматическом режиме, подача воды исчисляется. И вот сейчас мы, даже сейчас, подавая воду, назвали это тестом эксплуатации водозабора. Потому что еще сейчас год смотрим, как все работает, а потом обеспечим уже подачу воды, уже и сейчас в постоянном режиме, но уже там без каких-то сопровождений, пониманий, дай бог, что-то может произойти. Спасибо за интервью. Спасибо. Юрий Захаринский, заместитель представителя правительства Красноярского края. Сегодня был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова